Продолжение следует... Если системы отнимают у нас людей, то мы не можем считать, что победа совершена. Мы не можем успокаиваться, не можем думать, что отлично, война выиграна, проблема решена. Химкинская трасса, возможно, пойдет другим путем, пока у власти есть заложники. Фактически они взяли заложников. И сегодня мы ведем эту кампанию для того, чтобы этих заложников освободить. Движение за права человека и Московская хельская группа взяли под общественный контроль этот процесс. И мы будем делать все, так сказать, профессионально будем заниматься. Будем поднимать в том числе и общественную кампанию, чтобы действительно ребята, которые взяты заложниками, не стали сидельцами, не стали заключенными. Мы победим, ребята. Они виноваты в том, что у них гражданские какие-то взгляды. Они виноваты в том, что они независимы мыслить. Они виноваты в том, что у них активная гражданская позиция. В том, что они добровольны, бесплатны. Например, для нас, для ИКД, работали, освещали гражданские низовые действия. Питались помочь людям самоорганизоваться. Добиться защиты своих собственных прав. Это то, о чем говорят российские власти. О том, что должно развиваться российское гражданское общество. Они что, они в этом виноваты? Мы так не считаем. Поэтому давайте проявим нашу солидарность. Что цена вопроса четыре окна и ничего больше. А все остальное – это позор. А все остальное – это было бы очень смешно, если бы это не было отвратительно. А все остальное – это попытка людей, которые не могут справиться со своими собственными делами, своей собственной ответственностью, своей собственной работой, наказать тех, кто имел наглость или смелость сказать правду о том, что происходит. Товарищи, друзья, на самом деле речь, конечно, не только о Салопове и Гаскарове. Но если Салопов и Гаскаров не будут освобождены, это будет позором для всех нас. И когда я говорю для всех нас, я имею в виду не те, кто собрался здесь, и не те, кто живет в Москве и Химках. Я имею в виду всю нашу страну, потому что это позор, когда за четыре окна двух человек пытаются посадить на семь лет. Это позор для России, это позор для страны, если это произойдет. Свободу химкинским заложникам! Свободу химкинским заложникам! Свободу химкинским заложникам! Свободу химкин